Следующий вопрос от Павла. Привет, Львова. Маю такие пытанечко. Вы по Украине объездили, в каком месте наибольший сподобалось? Я бы даже сказал, что мы всю страну объездили. У меня ощущение. Во всех регионах побывали. Я, конечно, я буду менее уклончиво дипломатичен. Я скажу конкретно, мне понравилось. Только не судите меня строго другие регионы, но на Западную Украину очень душевно. В каждом регионе была своя специфика. Везде очень приятно и тепло нас встречали. Мне понравилось абсолютно везде. В каждом городе нас были рады видеть. В каждом городе были участники. По-своему оригинальные и интересные. Давай так скажем. Издержки ландшафта компенсировалась человеческая щедрость и доброта. Я объясню, почему Диме понравилось на Западной Украине. Он никогда не был в Карпатах. И вот поднявшись на высоту 400 метров, как перехватило дух, так до Киева и не отпустило. Хотя может даже до сих пор. Дима, Коля, а вы обладаете какими-то чудо-способностями? Могли бы стать участником своей передачи? Заключительно, я не ответил. Нет, да, потому что вот те моменты, когда мы пытались повторить те чудеса, которые совершают наши участники, показали, что все-таки, в общем, может быть, рановато нам еще что-то подобное пробовать. То есть мы простые, обычные ребята, которые ездили, искали чудо-людей. И я уверен, что найдем одного самого чудесного уже совсем скоро. 17 апреля у нас будет финал. Да. И страна узнает имя этого чудо-человека. Не, ну безумно жаль тех людей, которые, допустим, не выиграют у нас в финале, да, потому что я не могу никого выделить, честно. Люди, которые уже стали финалистами, это 12, точнее, сколько уже, 10 человек, да? Да. И 9. Вот еще мы уясним трех, и просто не понимаю, как вы будете голосовать и выберете единственного человека, который будет достоинствовать еще. Это сумасшедшая сложность, да, сумасшедшая. Ну, мы все-таки пользуемся принципом олимпийским. Главное не победа, главное участие. Главное, что люди о себе заявили, что их увидели, услышали. А победа, конечно, она приятна, она с финансовой точки зрения достаточно хороша в данном случае. Но показать себя, показать, что ты уникальна, я думаю, это тоже очень важно. Нет, если вы обратили внимание, то мы задаем вопрос участникам, на что бы они потратили деньги, в том случае, если они их выиграют. И абсолютное большинство говорит о том, что потратят на благотворительность. То есть это говорит о том, что действительно редко на Николай бывает прав. Главное, не победа участия. Сейчас закончится, а я останусь. Евгения Анатольевна интересуется. Дмитрий, в одном из выпусков вы говорили, что закончили музыкальную школу. На каком инструменте играете? Баян? Баян. Ну, как бы я немножко и на гитаре, и на фортепиано, и... Барабаны, свирель. Нет, ну, профилирующий инструмент баян. Я по классу народных инструментов закончил музыкальную школу. Мой отец мечтал, что я буду баянистом. Он не теряет надежды до сих пор. Признался мне однажды. Тетяна. Хлопцы, вы дуже классные, так, тримати? Миколу, где зараз можно вас почути? Ммм, все там же, на Хитофан. Мгм. Радиостанция, на которой я уже работаю 10 лет. Ну, ты ушел из прямого эфира, ты сейчас в записи спущешь. А это не обязательно. Эти технические нюансы. И вопрос Дмитрию. Дмитро, а чи правда, что вы маете два золотых пера? За что самое? И где? Это правда. Это истинная правда. Когда-то я работал на радио, на просто радио. Там программа была «Дай-5». Развлекательная программа в этой номинации вывела. И на «Стар-ФМ», это где-то два года спустя, тоже развлекательная программа, потому что вечер. Я неохотно говорю о своих достижениях. Тетяна. Дима, Коля, а как бы вы выиграли 100 тысяч гривен, что зробили бы с этими грошами? Какой неожиданный вопрос. Мне понравится. Я думал, он скажет другому ведущему. Ну, так как у нас ведущий практически один, ну максимум два. Не больше. Да. Нет, серьезно, я бы отдал точно более достойному радио. Более темнее. Это кто? Ну, сейчас не хочу, это все теоретически типа, да, гипотетически. Сейчас я какого-то выделю, а все остальные подумают, а что не я. Ну, есть у меня такие любимчики. Николай. Я бы на себя, наверное, потратил. Как неожиданно. Ну, что-то придумал бы, я сейчас затрудняюсь, чтобы это было. Я думаю, какое-то путешествие. Я люблю путешествовать. Скорее всего, куда-то поехал бы. Странно, где еще не бывал на сегодняшний день. Что-то в Белоруссии забыл. Евгения, прошу. Дима, вам не страшно было падать в воду с завязанными руками и ногами? Как вы вообще на это согласились? Очень хороший вопрос, спасибо. Да, тут, кстати, можно отсылочку сделать к предыдущему вопросу. Мы, как раз, пообещали 100 тысяч, если он это сделает. Ну, что ты говоришь, никто ничего не обещал. Был чистой воды, безумство, минутное помутнение. Если бы мне сейчас попросили повториться, я бы в грубой форме отказался. Я не знаю, что меня нашло. Не знаю. Просто как-то так вот. И пьян, как будто бы не был, да? А ты должен был плавать, кстати. По-моему, у меня просто не было плавок. Совершенно верно. По-моему, должен был я плыть. Единственные плавки, которые у нас были, на меня налезли, к сожалению. Благодаря тому, что я занимаюсь спортом, на меня не все вещи наладят. Да. Пришлось нырять Дмитрию. Ну, я... Вот так и согласился. Я искренне, к сожалению, содеянным. Больше это не повторится, обещаю. И не рекомендую никому повторять это в домашних условиях. Боже вы, спасибо. Кстати, я потом вычитал, что ныряние, завязанными сзади руками и ногами, это норматив американского спецназа. Один из нормативов. То есть, и наполовину американских спецназов. Я ссор. Ссор, я ссор. Рома. Коля, почему вы так ни разу не сели за руль чудо-мобили? У вас же есть права. Дело в том, что как уселся за руль с самого начала, так и не подпускало меня. То есть, за всю программу я только вот... Последняя программа, по-моему, поездил на деревянном автомобиле в Черновцах. Какой водитель такой автомобиль? Ну, в общем-то, да. Не стану отрицать. То есть, мы решили, что так будет лучше для всех. И для нас, и для участников дорогих. Нет, я открою от страшно тайну. У Коли спонсорский контракт с Вест Макларен Мерседес. И он не имеет права разъезжать на автомобиле другой марки. Да, это правда. Лида, вам не страшно возить с собой такую кучу денег? И пользуетесь ли вы услугами охраны? Как ни странно, вот не было попыток у нас отобрать. Почему-то деньги... Потому что с табурятом всегда... С табурят? Я. С табурят когда-то за мной летал. Ну, не знаю, почему-то не посягали люди. Может быть, не верили до конца, что все так просто. Что в этом чемоданчике 100 тысяч гривен. Во время съемок мы неоднократно его забывали в самых разных местах. В барах, в сауне. Ну, где мы их обычно снимаем. Но потом приезжали, он стоял на том же месте. Неудивительно это прозвучит. Охрана есть с вами? Нет. Я. Охрана. Причем в первой программе у нас были наручники. А, да-да-да. В первой программе были наручники. Дима одевал наручник на руку и один на чемодан. Но потом где-то мы их тоже потеряли. В какой-то сауне. Нет.